И у меня в гостях системный человек, знаменитый Андрей Пианковский, российский математик, политик, неистовый журналист, который точно знает, как системно решить эту проблему. Андрей Андреевич, здравствуйте. Доброе утро, Глеб. Спасибо за приглашение. Андрей Андреевич, а в принципе на этот вопрос может быть хоть какой-то короткий ответ? Ответ. Вот как нам свергнуть режим Путина? Нам? Ой, нам? Нет. Им? Им? Ну, этим вопросом занимаются... Простите, у вас нормально со мной? Я слышу себя все время. Я не знаю, что нам скажут режиссеры. Все нормально или кому-то надо нажать какую-то кнопку? Да, что-то надо сделать. Надо ли что-то делать? Если фальшстарт, ничего страшного. Мы сейчас, так сказать, войдем-выйдем, нажмем-вернем. Ну, вас я слышу нормально. Вот когда я начинаю говорить, я слышу себя одновременно. Да, я тоже слышу эхо. Что скажут нам режиссеры? Товарищи, отрегулируем. Андрей Андреевич Пианковский уехал из России 7 лет назад, когда ФСБ завело уголовное дело против Андрея Андреевича. Я, Андрей Андреевич, восхищаюсь тому, что вы 22 года назад, когда Путин только приходил к власти, уже выступали против него жестко. А я-то, в общем, наивно и надеялся, что вот, наконец, после, так сказать, нетрезвого Ельцина придет человек, который, ну, вменяемый. Но он казался вменяемым, спортивным, понимаете? Он даже поначалу какие-то реформы стал делать. Он там налоговую реформу сделал. При нем Козак собирался делать, так сказать, реформу судебную. И я, в общем-то, так сказать, ну, болел за Россию и тогда вот там, как за футбольную команду. Я оказался неправ. Вы насквозь видели этих КГБшников. Ну, я понимаю. Ну, кстати, он приходил, черт возьми, опять, ну, он приходил к власти почти с тем же лозунгом, только великий Ататур Чурк был заменен Пиночетом. Ну, большая часть либеральной общественности российской видела в нем такого русского Пиночета, который железной рукой поведет страну по пути прогрессивных реформ. Черт возьми. Давайте перезагрузим все. Я вот сейчас выключаю, и выйду снова. Ну, давайте попробуем. Ничего страшного, если мы прервемся на секунду и включимся снова. Я тоже должен перезагружаться, товарищ режиссер, расскажите мне. Значит, пока Андрей Андреевич загружается, я, так сказать, скажу, что я, готовясь к эфиру, прочел его статьи вот за, так сказать, лет 25. Я погрузился вот во всю вот эту атмосферу, как в России не получились реформы. Как Россия, которая, в общем, могла быть нормальной страной, и мы бы за, там, 25 лет сделали бы экономическое чудо, ну, не меньше Южной Кореи, тем более с нашими ресурсами и со всеми делами. И вот то, что я читал у Андрея Андреевича вот сейчас, я читал другими глазами. Вот я смотрел и думал, в 2001 году или, там, в 99-м, эти же статьи я бы воспринимал как, ну, в общем, так сказать, то, что не соответствует, так сказать, реалиям каким-то, да. Вот мне казалось, что реальная политика, вот то, что на Западе называется реал-политик, это вот нечто, вот, так сказать, то, что нужно компромиссы бесконечные, учитывать, что ГБшники, они на всю голову ГБшники, а коммунисты, они на всю голову коммунисты, а некоторые, так сказать, алкаши, они на всю голову алкаши, и вот между всеми этими странными силами нужно искать какой-то более-менее компромисс, чтобы эта машинка поехала. А сейчас я уже так не думаю. Сейчас я думаю, что нужен Ататюрк, который, в общем-то, так сказать, видите, Андрей Андреевич говорит Пиночет, но у Пиночета, так сказать, мне кажется, пиар плохой, а у Ататюрка-то, на мой взгляд, пиар прекрасный. То есть, ну, кто бросит камень в Ататюрка, в том числе на Западе? Ну, так скажут, ну, да, отдельные недостатки. Какие отдельные недостатки? Ну, найдите хоть один недостаток у Ататюрка. Вот, поэтому у Пиночета можно и то, начнешь искать, выяснится, что и у Пиночета, в общем, недостатков-то раз-два я обчелся. Ну, и находясь здесь в Турции, пока Андрей Андреевич подключается, я вот скажу, что я уже изучаю Турцию 20 века и то, что было после Ататюрка. И вы знаете, что больше всего меня поразило, что в 1980 году здесь, в Турции, был сделан военный переворот. К власти пришли пять генералов. Вы думаете, они начали всех мочить, грабить, как Путин или как его ФСБшники? Нет, вы знаете, они навели порядок в стране и через полтора года отдали власть гражданскому правительству. А что значит порядок? Это, например, чтобы не печатали деньги безумно, как это делало предыдущее правительство, чтобы разные террористические группировки, коммунистические или исламистские, чтобы они не убивали с утра до вечера людей, где попало любые теракты и все на свете. Вы понимаете? То есть, вот, когда мы слышим слово военный переворот, да, у нас сразу ощущение, ну все, это что-то очень плохое. А выясняется, что, в общем, вот на примере Турции, да нет, хорошо. Надеюсь, что сейчас Андрей Андреевич у нас подключится, а то я боюсь, что я сейчас договорюсь до того, что у нас и Пиночет станет хорошим. А это очень опасно, вы знаете. Пиночета хвалить, в общем, никак нельзя. Нам партия и правительство никак не разрешают. Да я шучу, какая мне партия и правительство? Я же здесь в Стамбуле, у меня нет никакой ни партии, ни правительства. Поэтому даже если в либеральных американских университетах не принято хвалить Пиночета ни за что, то мне, в общем, это даланочки. Да? Я не собираюсь ехать в американский университет, ни учиться, ни лекции читать о кровавом режиме Путина, ничего подобного. Поэтому ждем Андрея Андреевича Пионковского, который 7 лет в Америке, в самое горячее время. Если вы слышите, Андрей Андреевич, то я пообещаю нашим зрителям, что мы во второй плане программы поговорим о том, как вам в Америке, так сказать, что вы видите, как человек с системным мышлением, насколько действительно экономика Америки под серьезной угрозой, или, как говорится, все пронесет. Вот тут как бы гуманитарий, я от гуманитария ничего про Америку слышать не хочу. Мне вот реально интересен математический взгляд на мир. И вот вы, как человек, который видит, да, что творится в экономике Соединенных Штатов, насколько вот вы меня успокоите насчет Америки, или скажете, что, ну, в общем, как говорится, всем, ребята, пора будет через год-два-три бежать от долларов США, вы представляете? Бежать от долларов США у тех, у кого они есть. Ну, я надеюсь, что я достаточно, так сказать, разрекламировал нашу программу, и нас ждет большое внимание аудитории, которые все хотят благо России, но при этом сидят кто в Турции, кто в Испании, кто в Стамбуле, кто в Ереване, и думают, куда дальше податься, где русским открывают счета, где не открывают, где дают ВНЖ, где не дают. Андрей Андреевич. Алло, я здесь. Отлично, звук есть. По-моему, мы, наконец, установили связь. Здорово. Что нам делать с проклятым Путиным? Я не побоюсь даже этого слова «нам». Никогда так не говорил, но с вами понимаю, что не надо мне прятаться. С Путиным мы уже ничего не сделаем. Это застарелая болезнь для России. С Путиным разбираются сбройные силы Украины. Вот они нанесут ему, России, сокрушительное поражение, и Путин уйдет с политической арены. Очень распространено мнение, что даже если Украина выигрывает войну, даже если освобождает Крым... Ну, Донбасс сложно, потому что там все-таки очень бетонные укрепления крепкие. Может быть, и не стоит класть столько украинских жизней на то, чтобы освобождать вот эти вот разрушенные территории. Но Крым – знаковая, серьезная, классная вещь, после которого, ну, как бы, большинство украинского народа почувствует такое облегчение и чувство компенсации за вот многое из того, что случилось. Но разве после этого рухнет режим? Путина. Ну, мы видим очень серьезный военно-политический кризис в России, который разворачивается у нас на глазах. Вы, конечно, наблюдаете за деятельностью замечательного военного полевого командира Евгения Пригожина. Он, на мой взгляд, он сознательно строит свою политическую карьеру в постпутинской, поствоенной России. Он понимает, что война проиграна, и в течение уже нескольких месяцев каждым своим публичным выступлением создает себе платформу политическую вот в этой новой России. Она очень простая. Мы сражались героически, я вот почти взял Бахмут, но предатели в ТУ, Шойгу, министр обороны, начальник генерального штаба Герасимов, они удалили ножом в спину. Предатели на Рублевке. Он не забывает в каждом выступлении обмануть Рублевку. То есть он отрабатывает социальную программу. Вот давайте грабь награбленная. И я вам скажу, вы так же, как и я, видимо, краем глаза смотрите российские патриотические каналы, аккаунты. В общем-то, он завоевал там большую популярность. Он герой. Он убедил, убедил, в общем, практически все воюющих людей в том, что их начальники абсолютно бездарные, воры, которые проворовали все, оставили армию неподготовленной. А в последние дни он перешел уже на новый этап эскалации своего политического похода. Он заговорил о счастливом дедушке, который оказался замечательным чудаком. Андрей Андреевич, я прошу прощения, что приобреваю вас. Но давайте все-таки будем разделять на роль личности в истории и электоральные перспективы, и демократию. Я вам честно скажу, я не очень верю, что Россия каким-то образом может быть подчинена с помощью демократии. И тогда вот эти вот электоральные перспективы Пригожина, сколько за него, так сказать, отморозков. Я тоже, извините, я вас сразу тоже перебью. Я никаких электоральных перспективов не говорю. Какие электоральные перспективы? Это военный мятеж происходит. Собственно, он так уже сформулировал это Генеральный штаб и Министерство обороны. Вот Пригожин в последние дни очень много документов обнародовал. В частности, 9 мая он процитировал предупреждение официальное, которое он получил из Генштаба, что в случае оставления позиции ему будет предъявлено обвинение в государственной измене. Идет фактически непременновение военной части. Ну, вы помните, как аналогичные ситуации разрешались в той же Красной Армии во время Гражданской войны? Первый вариант, эта Красная Армия, она состояла по существу из таких полубандитских формирований. Ну, как решал товарищ Троцкий, председатель ФНС, такие ситуации? Он на своем бронепоезде приезжал, пчевыка Вагнер, в тогдашнее время и проводил децимацию. Вот именно такая ситуация возникла сейчас в России. И я-то считаю, что Пригожину в ближайшее время обязательно убьют. Но он же уже сделал свое дело. Вот общее мнение о том, что Генштаб, Министерство обороны – это предатели и, собственно, авторитет счастливого дедушки подорван. Сознанно, как говоря, кандомом, языком советской пропаганды, морально-политическая атмосфера в российской армии накануне украинского выступления, она, ну, соответствующая. И, отвечая на ваш прямой вопрос, как раз в этой ситуации любой крупный успех украинской армии, ну, например, уничтожение того же Крымского моста просто как лесным пожаром охватит сознание всех воюющих. Вот эти мысли уже к тому времени, наверное, ликвидировано Пригожина, что Генштаб и Министерство обороны предали нас, предали нас воры, сидящие на Рублевке. И я не представляю, как в этой ситуации Путину удастся удержать власть. Андрей Андреевич, я, вот вы знаете, все 90-е годы наблюдал эти Чеченскую войну, разборки с приватизацией, население, которого обували то с помощью МММ, то так, то сяк. И вот, так сказать, никто не устроил жесткий мятеж, никто военным путем не взял, так сказать, власть. Хотя в те времена еще были, как говорится, в силе там всякие полковники Квачковы и так далее. А что сейчас у нас во власти и во всех структурах, да? Ожиревшие, набитые деньгами генералы, военные, ФСБшные, такие-сякие, но у всех ломятся от денег, у всех комнаты денег. Вы понимаете, нахрена им сейчас-то устраивать, так сказать, свержение власти военным путем, если они это не устроили в 90-е? Ну, свержение власти на их глазах будет устраиваться украинскими вооруженными силами. И вот разница-то какая. Чеченские войска не подходили к российским городам. И, кстати, вот сегодняшняя новость. Ну, я давно об этом говорил, мне это было известно, что англичане, наконец, передали свои дальнобойные ракеты с Том Шейдова. И вот сегодня есть у нас такой, вы, наверное, тоже заметили этого очень своеобразного человека, господин Ходоренок, военный эксперт. Ну, кстати, он 3 февраля 22-го года, за две недели до начала этой чудовищной войны, свершил гражданский поступок. Он опубликовал, это официальный отставник генштаба профессиональной военной, он опубликовал в независимом военном обложении статью, как вы помните, под названием «Прогнозы кровожадных политологов», где обрисовал, собственно, вот программу путинской операции и точно предсказал, чем она закончится. Так вот, он сегодня утром на, там, у Скобеевой почти с каким-то торжеством перечислял те цели, по которым будет бить Том Шейду. Это Краснодар, Сочи, Новороссийск, но все-таки, чувствуя свое положение такого некого официального, почти представителя генштаба, удержался и не назвал Москву, но дальность этой системы 700 километров. Это не Чеченская война и не Грузинская война. Путин вляпался в очень, в очень серьезные неприятности. И вот самые последние события и внутри Соединенных Штатов, если у нас будет время, я немножко прокомментирую, что здесь происходит, показывает, что Запад преодолевает вот эту свою классическую нерешительность и намерен поставить серьезную точку в этом конфликте. Андрей Андреевич, смотрите, вот сообщение о том, что Storm Shadow передают, первым распространила CNN, потом их стали цитировать, там, я вот в Евроньюз это увидел и дальше пошло, пошло, пошло. И везде одна и та же оговорка, что только при условии, что Украина будет применять только по своей суверенной международно признанной территории. То есть никакого Брянска, никакой тем более Москвы, никакого Белгорода быть не может. И Ходоренок в этом плане нагнетает для того, чтобы служить путинскому режиму и его пропаганде. И мы, конечно, всерьез не будем, на мой взгляд, это воспринимать, да? Пусть эта пугалка работает там, если она там для кого-то работает. Мы с вами серьезные люди и мы понимаем, да, что украинские войска не перейдут границу России ни при каких условиях, освободят свое и дальше не полезут. И дальше у них будет куча хлопот, как на деньги, которые, так сказать, пришли с Запада, пришли из этих арестованных авуаров России, нужно делать отличную нормальную страну. Вы понимаете? Поэтому, ну, вот я с вами разговариваю именно как с системным человеком, который еще, так сказать, при советской власти занимался системным анализом, причем управления всего мира, а не каких-то там мелочей, да? И поэтому все-таки, да, вот давайте вот чуть шире мы, да, посмотрим на это. Может быть, всем, всему Западу выгодно. Хрен с ней с Россией. Пусть она там замкнется за железным занавесом, за своим, делается своим народом, что хочет. Главное, зубы вырвали. Все, эта армия войну проиграла. Нового вооружения она не наделает никакого опасного, потому что ни чипов нет, ни станков нет, ничего нет. И хрен с ним пусть гниет там и как хочет, да? И вот и все, да? И не будет никаких ударов. Давайте разделим совершенно разные вещи. Вот вы сейчас говорите, что украинская армия не пойдет на русскую территорию, и Западу будет абсолютно насрать на то, что происходит внутри России, оставшейся. Это совершенно верно. Он сделает единственное. Украина будет, после победы Украина будет принята в НАТО, и это станет гарантией безопасности уже не столько Украины, сколько всей Европы. Потому что Украина показала, что единственная армия, которая способна защитить Европу, это украинская. И, собственно, проблема, вопрос принятия Украины надо, это будет уже не столько вопрос безопасности Украины, сколько безопасности всей Европы. Но я говорю о другом. Вы так с пафосом это все обрисовали, я согласен с каждым вашим словом. Но это не значит, что ракеты Storm Shadow не будут использованы по российским военным целям на территории России. Без этого невозможно наступление. Самолеты, аэродромы, из которых поднимаются самолеты, обстреливающие украинские города и будут обстреливать украинские наступающие силы, они расположены на территории России. И все это, СНН, политика, вот эти оговорочки, оговорочки о том, что ни в коем случае не будут удары наносить. Во время операции удары по российской территории будут наноситься по военным объектам. Это мы увидим в ближайшие дни. Устаревшие сведения, вот эта формула о том, да, долгое время американцы наставили на том, что американское оружие не использовали удары по российским целям. Ситуация изменилась. Несколько дней назад как раз этот вопрос обсуждался активно после удара дронов по куполу сенатского корпуса в Кремле. Была известная пресс-конференция Блинкина, мы видели ее, весь мир видел, и мы задали прямой вопрос, а что Соединенные Штаты будут возражать против ударов Украины по российским военным целям? Блинкин ответил очень четко. Это новая формулировка Соединенных Штатов. Это дело Украины выбирать любые средства обороны против агрессора. И это дело Украины выбирать средства, которые ей необходимы для освобождения всей своей территории. Это ограничение снято. Англичане вообще никогда, никогда такого ограничения не выдвигали. Наоборот, они критиковали американцев. И вообще Англия была всегда вот в той напряженной борьбе в Соединенных Штатах, которая происходила внутри администрации между, с одной стороны, Осиным и Блинкиным сторонниками Победы Украины. И вот Соливаном с его лукавой формулой не поражения Украины. Англичане всегда были на стороне Блинкина и Осиным, всегда наставили на более решительных мерах. Эти стом шейдеры передаются, уверяю вас, без всяких ограничений для использования во время военной операции. Даже Ходоренок, каким бы там суперпровокатором он ни был, он, как военный эксперт, прав. Эти удары, причем это будут первые удары. Одни из первых ударов будут удары по парадромам, по скоплениям войск, по тыловым целям российской военной машины. Ну, отлично, Андрей Андреевич. Вы успокоили русский народ. Оказывается, удары будут не по Кремлю, не по городам. Ведь когда мы слышим вот то, как вы сформулировали, пересказали Ходоренка, что народ будет думать, что по России будут долбить так же, как Россия целый год долбит по Украине. Понимаете, да? И от этого людям становится страшно. А если по аэродрому, да Господь с ним, Господи. Ну, это, как говорится, легитимная цель военной с военными, так сказать. Вчера, кстати, я вот добавлю то же самое, что вы говорите, была опубликована где-то карта Крыма, на которой все военные объекты точками проставлены. Триста объектов. На каждую из них уже нацелено. Нацелен Хаймерс или нацелен Стомшейдер. Ну, а что касается городов, то способность Стомшейдер, значит, в Википедии указана дальность 560 километров, но все эксперты говорят, что разработчики, в общем, скрывают истинную дальность, она не меньше 700 километров. Это, может, для украинцев это будет инструментом сдерживания от ударов по тому же Киеву, когда русские понимают, что у украинцев есть оружие, которое может ударить по Москве, то совсем иначе будут планироваться удары по инфраструктуре Украины. То есть вот это событие передачи-передачи ракет Стомшейдера, которое давно добивалось Англия, видимо, это препятствовали американцы, вот та группа Салливана в администрации, которая выступает за непороложение, это событие, меняющее по правилам игры серьезно в Украино-Русской войне. Андрей Андреевич, вот все-таки я понимаю, что вы неуклонно гнете одну и ту же линию, и я понимаю, для кого вы говорите большую часть слов, которые вы говорите. Вы говорите для нескольких людей во власти, в российской, чтобы они, как говорится, потихонечку, ну не то, чтобы переходили на сторону добра, но уже начинали думать о том, чтобы спасать свою шкуру, устраивать заговор и так далее. А вот все-таки, если мы говорим для аудитории более широкой, ну скажем так, для простого народа, я себя отношу к простому народу, я сижу в этом Стамбуле, и где я буду жить дальше, одному богу известно. И для нас интересно, что будет с Россией. И вот, скажем так, консенсус прогноз всех, что там опять будет ГБшное царство. Только может быть, так сказать, без Путина, а с какими-то другими. И тогда стратегически нормальному среднему классу или простому народу туда, в Россию, соваться не надо. Нечего ловить. Надо детям учить английский язык в любой стране, в Турции, в Испании, где угодно. Вы понимаете? И поэтому я пытаюсь от вас услышать системный анализ наиболее вероятного вот там сценария. Жесткий железный занавес и стратегически на 20 лет гнилое болото, в котором там маршируют с красными флажками, но при этом деградация промышленности неуклонная, потому что санкции, санкции, чипов нет, того нет. Вот такой ваш системный взгляд. Ну, это наиболее вероятный сценарий. Ну, во всяком случае, вот наш анализ интенций Запада и самой Украины после победы Украины совпадает. Ну, вы же знаете, украинский основной лозунг, рвущийся просто из сердца, без вас. Им достаточно, никогда больше этих людей не видеть, не слышать, не допускать этого. Когда отгородится от них железным занавесом членства в НАТО, это позиция и Украины, и Запада. А что там будет происходить внутри? Никто не собирается не тратить ни силы, ни энергии. Ну, если поговорить здесь с людьми так неофициально, ну, там ими с Китая займется. Примерно вот так. А, это, может быть, они все-таки хотели бы, чтобы ими Китай занялся. А Китай-то скажет, да не буду я в этом болоте ковыряться. Мы как покупали за взятки ваш лес, так и будем покупать. Все, что нам надо, мы купим. Нет, они уже не будут покупать за взятки. Все видели эту специальную демонстрацию, которую товарищ Си устроил за неделю до приезда в Кремль. Вы же прекрасно знаете об этом. Министерство природных ресурсов Китая опубликовало новую карту официальную Китая и его соседей, где громадные территории от Владивостока до Северного моря были поименованы исконными китайскими именами, которые носили в середине XIX века до так называемого Айгунского-Пекинского договоров 1858-1860 года. Все это было продумано очень цинично. Путин уже разыскивался как военный преступник, он отчаянно нуждался в визите товарища Си. Конечно, никто не посмел возразить в Москве, но молчальный знак согласия. Пекин четко обозначил свои интенции. По крайней мере, вот эти территории, которые так обозначены, их вернуть административно в исконную Китайскую гавань, ну а остальная часть Сибири поглотить экономически. Сравните реакцию на гораздо более скромное географическое обозначение города Калининграда. Как назвали его поляки? Кулевец на своих картах. Безумную реакцию Кремля и полное гробовое молчание на ту же самую операцию с громадной территорией России. Ну, очень... Перспектива российского государства крайне неблагоприятна. Андрей Андреевич, вы знаете, вы меня пугаете. У меня такое ощущение, что вы верите в геополитику. А я верю в капитализм. Честно, я вот такой наивный. Наверное, вы не верите в капитализм, потому что вы уже 7 лет живете в Америке, но мы об этом поговорим. Почему я верю в капитализм? Мне кажется, что современное вот так устроено общество, что земля вообще не имеет значения. Зачем эти голые камни? Важно, так сказать, у кого технология по производству айфона. Ты можешь быть, так сказать, гениальным пацаном, написать компьютерную программу, стать долларовым миллиардером, да и миллионером, да. Вы понимаете? То есть, и это нужно всем. Основное производство прибавочной стоимости уходит даже уже... То есть, у нас уже не индустриальное общество, не просто индустриальное общество, а какое-то компьютерное интернет-общество. Вы понимаете? И поэтому, когда вы говорите, что Китай нарисовал там карту, я от вас это слышал в одном из интервью, я, честно говоря, забыл. Вот вы мне напомнили, да. И я помню, что я еще тогда подумал, думаю, ай, китайцы, ай да молодцы, ай, как они Путина троллят и пиарят. Это они для Путина карту нарисовали, чтобы его немножко припугнуть, чтобы он был сговорчивее. А он сговорчивее не стал. И Си поэтому, по моему ощущениям, уехал очень расстроенный, потому что, ну, облажался, так сказать, его визит не удался. Но в любом случае, владеешь ты этой территорией или не владеешь, все равно, что на ней находится, лес там, Байкал, все что угодно, все равно надо покупать. Вот так устроен капитализм, все равно за деньги. И поэтому юридически, твоя это земля или не твоя, для экономики Китая разницы нет. Так же, как Крым. Наш, ваш, да какая разница. Ездили туда туристы, отдыхали из России до того, как Крым был наш, потом стал наш, будет опять украинский, опять поедут, ну, если пустят русских туда, не знаю. Вот, все-таки, как насчет? Правда верите в геополитику? Ну, хорошо. Китайцы послушают вас и не будут возвращать эту территорию административно, хотя они обязательно это сделают. Что изменится? Именно в вашей логике капитализма, они полностью владеют ресурсами Сибири. И вот, когда, помню, в начале эпидемии Москва попыталась поиграть в какую-то державность, вот, закрыли границу с Китаем на несколько недель. Так вот, все восточно-дальневосточные губернаторы бросились в Москву, умоляя это немедленно отменить. Выяснилось, что они просто существовать не могут без границы с Китаем. У них исчезло все. Хлеб исчез в магазинах. То есть, по вашей логике, справедливо, Сибирь уже полностью поглощена Китаем. И поэтому разумный Китай, если он хоть немножко мыслит современно, он подумает, зачем устраивать геморрой, присоединять эту территорию де юре, если де факто мы и так уже всем владеем, а раздражать весь мир, эту Америку, поднимать там волну борьбы с Китаем, да, так сказать, нафиг нам надо, мы как бы у нас реалполитик, мы серединная империя, мы пять тысяч лет живем своими шкурными интересами, а не какой-то геополитикой. Нет, не так, вот, может быть, я неправильно понимаю. Может быть, они не будут это торопиться, но что это изменит? Что это изменит? Россия сейчас, уже сейчас, очень маленький такой вассал Китая. И вырваться из этой парадигмы послевоенной России будет невозможно. Андрей Андреевич, я все-таки вот попытаюсь, так сказать, за капитализм чуть-чуть дальше пропаганду развивать. Для наших зрителей, безусловно, они пытаются как-то с вами спорить. Как бы вот мне кажется, что человек, который на выборах в России хочет победить, или рейтинг иметь, ему не надо про геополитику вообще рассказывать, про то, что там мы с НАТО воевали, проиграли, отстояли. Ему надо рассказывать очень простые две вещи. Что, дорогие россияне, вам нужно жилье и работа. Вот вас больше в этой жизни ничего не волнует. Работа и зарплата. И наоборот, выходит политик, любой, так сказать, ставленник ФСБ, или ставленник Навального, и говорит, дорогие россияне, геополитики нет. Мы в гробу видали геополитику. Мы 400 лет при самодержавии от этой геополитики только страдали. Вы умирали, вас грабили, вы народ, вас гнали на пулеметы, вас гнали с Суворовым против, так сказать, восставшего французского народа. Эта вся хрень закончилась. А теперь работа и зарплата, и больше ничего. И мы сосредоточимся на проблемах России. И главный вопрос, чтобы вас не грабили чиновники. Вот вы едете по дороге, стоят менты, гаишники. Вот надо сделать так, чтобы больше гаишник вас не грабил. Как это сделать? Реформы. Какие реформы? Да так, каких сделал Михаил Саакашвили в Грузии. И так далее по всем пунктам. И выясняется, что русский народ тут же голосует за этого человека и говорит, да, боже мой, какой ты молодец, мы за тебя все хором. Скажите, я идеалист, я неправильно, так сказать, понимаю. Нет, ну это замечательно. Вот вы приедете в проигравшую Россию и станете одним из лидеров вот этой прагматической капиталистической партии. Это замечательно. Но вы же перед этим несколько минут назад мне сказали, что, скорее всего, на смену Путина придет какая-то другая вариация габийского режима. Ну и, во-первых, вот что начнется в России. В России начнутся не выборы. В России начнется громадный передел собственности. Вот, собственно, на это и планируют принять в этом победоносное участие. Господин Пригожин не понимает, что он не доживет до этого замечательного времени. Ведь вы прекрасно знаете, что в России нет частной собственности. Собственность мафиозная. В общем, все это зависит от понятий, от договоренностей, замыкающихся, в конце концов, над администрацией президента. Сегодня мы владелец нефтяной компании, завтра вы сидите в тюрьме. Когда уходит Путин и уходит вот эта группировка, которая вместе с ним на них просто формально записана, видимо, триллионы собственности. Личная собственность Путина оценивается экспертами так в 300 миллиардов долларов, ну там приближенный к нему. То есть вся эта, вся собственность после поражения становится ничейной. Вы не задавали себе вопрос, зачем в России сейчас создано около 40 уже ЧВК? Мы все разговариваем о ЧВК Пригожиной, которые создано ЧВК для войны с Украиной. Да нет, конечно, войне с Украиной они только мешают, как это показывает опыт жесточайшего конфронтации Вагнера и Генша. Они создано, потому что все эти люди серьезные, которые живут в ЧВК, они понимают, что будет, идет почти по Ленину. Я вот, мне один умный человек по правилу, как-то я сказал, что осуществляется ленинский розыск, война империалистическая, переставит войну гражданскую. Меня по правилу, войны гражданской в России не может быть, потому что гражданская война требует граждан. Вот война гражданская, классическая 20 века. И белые, и красные, они сражались за какие-то свое понимание будущего России, свое место в ней. У них были какие-то свои идеологические представления, схемы. Война империалистическая с Украиной перерастает на наших глазах с созданием вот этих 40 ЧВК войну мафиозную. Войну мафиозную за оставшиеся после неизбежного ухода Путина и его группировки громадной, громадной, ничейной собственности. Кто будет, вы скажете, там, миллиардные активы уже арестованы на Западе. Кстати, первое замечательное событие, первые активы господина Малафеева уже пошли на восстановление украинской экономии. Но в России-то остались и Норильский никель, и Красноярский алюминий, и Газпром там, и Сибирский лес, и черт знает что. Вот за это 27 ЧВК стоят на страже. Половина на старте, половина из них губернаторы. А губернаторы являются, конечно, владельцем каких-то там системно-возвращих. Вот в эту борьбу замечательному пропагандисту реформ Саакашвили и светового капиталистического будущего очень трудно будет втиснуться. Это будет очень жесткий период послевоенный, мне кажется. Андрей Андреевич, я очень хочу поспорить, но не позволю себе, потому что я надеюсь это отложить до наших следующих эфиров про капитализм. А сейчас я все-таки хочу вас поспрашивать про Америку, где вы живете 7 лет. И это очень важно, в том числе украинской аудитории, потому что думающие украинцы думают, ох, как бы сейчас в Америке не случился такой оглушительный финансовый кризис, что нам перестанут помогать. Вот в чем дело. Как бы успеть, так сказать, победить Путина до того, как... Ну и дальше слово дефолт Америки это такой кликбейт, это то, чем, так сказать, пишут в заголовках, но ситуация настолько катастрофически, так сказать, сжимается. И когда я это обсуждаю, а я уже это год обсуждаю со всеми, еще в России начал, то мне говорят, ой, да ладно, Америка печатает доллары, напечатает еще. Но вы-то математик, вы-то видите цифры, вы системно видите, как, так сказать, мягко говоря, кризис идет по экспоненте. Там любые вот пропорции соотношения, это то, что уже вот где-то улетает в космос. Того гляди, это будет мощный обвал. И вот в частности, раз сразу мы спускаемся на простую землю, один из людей, живущих в Америке, на днях мне сказал, что там не только люди бегут из банков, забирают деньги и перекладываются в американские трежерис. Потому что в банке по твоему депозиту тебе дают 0,5% годовых, а трежерис сейчас уже 5%. Ты можешь, простой американец, купить трежерис. Не только такой, Бен Кранк, происходит. А еще, как рассказал мне американец, просто забирают кешем и кладут в ячейки. Это просто как в России в диких 90-х, вот это есть. Скажите ваше наблюдение и ваш взгляд. Ну, во-первых, этого нет. Действительно, проценты в банке не существующие. Это уже давно. Но вот такой бытовой инфляции, цены на продукты не изменились за последние 10-15 лет. Каждый день у меня жена ходит в супермаркет. И что касается вот этих страшивок о дефорте, ну, это периодически. На моей памяти это раз 10 было в 21 веке, как раз перед какая-нибудь страшная цифра. Почему-то раньше это было осенью. У них необходимо было это решить. Законодательный вопрос о долге до 1 октября. Сегодня, потому что первое, это элемент политической борьбы между республиканцами и демократами за распределение финансов. Они как-то пугают друг друга. Никакими дефолтами невозможны. В Америке, какой может быть кризис системный в Америке, когда вся передовая технология сконцентрирована в Соединенных Штатах? Надо смотреть не на биржевые сводки, а на количество нобелевских ауриантов в мире. Так вот, 90% нобелевских ауриантов – это американские ученые. Америка лидирует во всех. Это привычная сказка о том, что они печатают доллары, и на этом и существует богостояние Америки. Богостояние Америки основано на громадном технологическом преимуществе над всеми остальными странами. Китай за счет воровства и удачного копирования сделал невероятный рывок, приблизился, но он всегда вторичен. И, кстати, вот сейчас, раз мы же заговорили о глобальных экономических проблемах, товарищ Си сделал колоссальную ошибку. Он, собственно, ну формально, но он же произвел государственный приворот в Китае. Он покончил с наследием Дэн Циапина, с меняемостью власти, и он взял эту власть на третий год. Кстати, вот к вашему замечанию о том, оформят ли административно Китай свои территории. Нет. Он пришел к власти под обещание, я верну Тайвань. И он действительно намерен военным путем вернуть Тайвань, что совершенно катастрофично. Он никогда это не сможет сделать, но потому что все это благосостояние, удивительный, удивительный рывок Китая и технологическим, и просто он вытащил из бедности страну в полтора миллиарда. Это благодаря наследию Дэн Циапина, благодаря его стратегии экономического партнерства с Соединенными Штатами и отказу от такого коммунистических идей, еще остатков от соперничества с Соединенными Штатами. Вот идеология, что это ставит под угрозу. Соединенные Штаты намерены вводить, раз уж вы меня спрашиваете, что здесь происходит, намерены пройти на очень серьезный шаг. Такой бойкот, абсолютная технологическая Китая. Ну, собственно, разрыв, вот этот разрыв сиамских близнецов экономики Соединенных Штатов и Китая. Это нанесет большой ущерб американцам, нам, вот американским потребителям. Здесь все привыкли к дешевым китайским товарам, но китайскую экономику он это просто уничтожит. Не забудьте об этих проблемах, о дефолте Соединенных Штатов. Это передавая экономическая держава. Окей, хорошо. Не забуду, конечно, но... Давайте поговорим о опасениях, давайте поговорим о действительно серьезных опасениях украинцев, будет ли продолжаться нам помощь. Да и, собственно, в Украине есть большие претензии, они все более откровенно высказываются и президентам Украины. Вот в одном из последних обращений я сказал, да, мы благодарны американцам за громадную помощь, но почему она все время запаздывает, почему каждое новое решение ведь мы же видели эту одну и ту же структуру. Нет, мы не будем давать джавелины, потом это спровоцирует Путин, это приведет к уражам. Потом то же самое повторялось с Гаубецами, с Хаймерсами, с Петчуотсами, с Эбрамсами, вот сейчас с самолетами. Это цена этого запоздания, конечно, это жизни, это жизни тысяч, а может быть десятков тысяч украинских военнослужащих. Но мы видим, что внутри администрации Байдена все это время идет, если это интересно для украинского, читатель, немножко об этом поговорим, если у нас есть время, между двумя концепциями, концепция Блинкина и Остина, которая на вопрос, в чем цели Соединенных Штатов, отвечает победа Украины, ослабление России, на такой степени, что она больше не могла повторить подобную агрессию. И концепция Селивана, которая с его лукавой формулой, наша цель не поражение Украины. Вот это, за этим стоит очень, очень большие интересы, больших групп, изоляционисты американские, сторонники, так называемый реал политик, левые, очень сильное левое крыло в американской демократической партии. Поэтому все это дается борьбой, вот наша группа все время побеждает, в конце концов, американцы дают все больше и больше оружия, на это запаздывание происходит. Последнее событие, очень благоприятное для Украины, это стратегическое решение республиканской партии. И до последнего времени основным голосом республиканской партии в Украине был Трамп, но он вчера выступал с так называемым таунхолл, и он повторяет все время одно и то же, Байден свою поддержку Украины ведет мир к Третьей мировой ядерной войне, а я вот, великий Трамп, я немедленно остановлю эту войну за 24 часа, и обо всем договорюсь с Путином, отдав ему там половину территории Украины. Вот, республиканская партия приняла стратегическое решение с противоположную позицию занять в избирательной кампании атаковать Байдена за недостаточную поддержку Украины. С этим вот позиции резко выступил лидер, новый спикер республиканец Маккарти, ну, сенатор, ведущий Митч МакКоннелл, Линдик Грегом, очень активен новый молодой председатель комиссии по иностранным делам в палате представителя МакКО. И вот эта позиция республиканцев очень укрепила внутри администрации позицию друзей, друзей Украины, потому что теперь Байден оказался в таком положении, что если, кроме того, Байден объявил о том, что он идет кандидатом, мне кажется, это не самое лучшее решение, но явно у него есть возрастные проблемы. Но для нас, для Украины, это хорошее решение, потому что он сейчас уже воспринимается и себя воспринимает уже не столько главной его функцией, не столько президент Соверштата, что кандидат в президенты 24-го года. И сейчас, когда республиканцы приняли решение атаковать его за недостаточную помощь Украине, он просто любая, любая неудача и недостаточный успех украинской армии во время наступления превратится в политическую катастрофу для Байдена. Он скажет, вот мы тебе говорили, что надо немедленно передавать F-16, надо передавать истребители. Вот ты виновен в неудаче Украины. У него появился личный, громадный личный интерес, что для политиков всегда очень важно в успехе украинской операции. Вот это сейчас новая, удачно сложившаяся ситуация в Украине. И в любом случае, я могу сказать так о президентских выпусках, неважно уже сейчас, для Украины важно, не кто будет президентом в 2024 году, а важно, какова будет позиция американцев в ближайшие 3-4 месяца вот этой операции. Если будут, американцы обеспечат успех от операции, то, как мы с вами договорились, она станет неизбежно триггером, триггером серьезных политических изменений в России. А если говорить о выборах, то я выскажу такое мнение, я почти в этом убежден, что президентом ни Трамп, ни Байден не будут президентом. Ну, Трамп при такой новой позиции республиканцев, он никогда не получит номинацию республиканской конвенции, он может нагадить республиканской партии, став третьим кандидатом. Помните, как неожиданно победил неизвестный плейбой из Арканзаса Клинтон на выборах в 92-м году великого отца Буша, который победитель в Холодной войне, победитель войны в Заливе, только потому, что появился сумасшедший перо, отрезавший там часть республиканского лектората. Не знаю, кто будет президентом, но он выиграет выборы с лозунгом твердой поддержки Украины. Андрей Андреевич, вот вы долго жили в Советском Союзе, и я догадываюсь, что вас, как всякого интеллигентного человека, тошнило от этого бесконечного вранья, так сказать. Мне 55 лет, я тоже Советского Союза хлебнул по полной программе. Я там вырос, учился в МГУ, вы учились на МИХМАТе, я учился на физфаке. Поэтому, в общем, так сказать, вот когда вы оказались в Америке сейчас, в 2016 году, у вас не возникло тоже такое вот негативное ощущение, потому что когда вы видите вокруг такое количество вранья, такое количество вот этого вот, так сказать, пропаганды и отвлечения внимания американцев от реальных проблем, я уж не буду все перечислять, чтобы не быть неполиткорректным, но мы оба прекрасно понимаем, о чем идет речь. Да? Вы знаете, а я не интересую, я не ощущаю себя американцем, я ощущаю себя так же, как и вы, видимо, сегодня украинским блогером. Ну, мы же говорим на украинском канале утро февраля. И меня, да, меня всех их проблем интересует только одно, с точки зрения эффективной помощи Украины, с точки зрения поставок необходимого количества оружия. Ничего другое меня в Америке не интересует. Ну, конечно, 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 Путин немножко, немножко поторопился, ведь два предыдущих президента, Обама и Трамп, они абсолютно не выполняли вот роль, не понимали свою роль морального президента Соединенных Штатов как морального лидера свободного мира. Они просто не понимали этих слов. Они оба были изоляционистами с противоположных идеологических позиций. Обама с левых, он считал, что, ну, он воспитывался в этой в плюшевой лиге почти прокоммунистическими профессорами, которые там правят Бау еще с конца 30-х годов. Он был убежден в вине Америки перед угнетенными народами мира. Вот помните, первые годы своего президентства он везде там разъезжал, кланялся, извинялся и считал, что левые считали, что всякие вмешательства Америки за рубежом, тем более военные, это всегда зло. А Трамп с противоположных, Америка слишком плоха для Обама была, а Трамп с противоположных, Америка ферст, Америка замечательная, но вот какие-то ненужные нам блок НАТО, наши союзники европейские, которые нас эксплуатируют экономически, это нам все не нужно. Но это традиционно, в Америке вот этот социализм был традиционен. Вы помните, с каким трудом Рузвельт втащил Америку во Вторую мировую войну, да ему бы это и не удалось, даже если бы не на нападение японцев на Пархарбо. Вот Байден, администрация Байдена эти функции с трудом на четверочку с минусом выполняет. И вот это очень опасно, тенденция ухода Америки из мировой политики, это оставить мировую политику вот таким негодяем, как Путин, Си, иранские мулы. И это почти, почти случилось. Вот Украина уже сделала громадное дело, она просто за шиворот, за шиворот втащила Америку обратно в мировую политику. Вы же помните, что американцы, американская разведка предсказывала, что Киев пойдет там за неделю. Так вот, если бы это произошло, то Путин в триумфе этой победы появился бы на границах Балтии и Польши, размахивая своей ядерной Иудой и повторил бы вот эту формулу толстомордого министра, замминистра Рябкова собирайте манатки и выбирайтесь вон. И вот я думаю, что тот Запад, вот полутора годовой давности, он бы отступил перед этим шантажом. Запад очень сильно изменился, Украина своим сопротивлением как раз вот еще раз повторю, вот эта моя форма, она мне представляется в данном случае удача за шиворот, тащила Америку в мировую политику. И сейчас сейчас уже уже Запад собрался. Между прочим, вот решимость помогать Украине сейчас в Европе, она выше, чем в Соединенных Штатах. Выше в каком смысле? Что в Европе нет такой сильной оппозиции, даже вот внутри самой Европы. в Европе, вы знаете, там произошли удивительные изменения такого, если хотите, нравственного характера. Давайте вспомним знаменитую речь Штенмайера в ноябре президента ФРГ, в ноябре прошлого года, после того, кстати, когда он посидел несколько часов в гетто в Киевском, и, по-моему, это было не в Киеве, в другом городе, в убежище во время он сказал, да, я виноват, вот политика Путин-Ферштейн, это была моя политика, и это была большая ошибка, я думал, что это мы предотвращаем войну, на самом деле мы привели к войне, вот, по пустительствам путинской агрессии, вот это, вот это понимание очень сильно сейчас в Европе, а, что касается американцев, я уже мельком говорил об этом, то вот, их вместе вытащили в мировую политику и Украина, сражающуюся героически, и Великобритания, вот роль Бориса Джонсона, она громадна, в тех вот дебатах между вот этими двумя школами внутри американской администрации, личное влияние Джонсона на Байдена сыграло решающего для, для, в Англии вообще нет ни одного человека, не сочувствующего, для Англии, это, Украина, это романтическое возвращение в свою историческую молодость, Украина 2022, сражавшаяся на один на один с Пуни, для них Британия 1940 года, сражавшаяся один на один с Гитлером, даже вот сейчас я чувствую эту британскую руку, в последний момент, все-таки уже перед самым выступлением, наконец, украинцы получили дальнобойные ракеты, и это решит исход этой войны. Ох, Андрей Андреевич, я тоже за то, чтобы, так сказать, украинцы как можно быстрее выиграли войну, и как можно быстрее злодеи были наказаны именно военным путем. Но вот вы сказали, что чувствуете себя не американцем, и даже на удивление вы не сказали, что чувствуете себя русским, вы сказали, что чувствуете себя украинским видеоблогером, А тогда вопрос, так сказать, у вас есть переживания, что будет с Украиной после войны? Где реформы? Извините, 30 лет, но в Украине реформ нет. В Польше сделаны, а в Украине нет. И тут опять мой любимый капитализм, чувствуете, из меня начинает вылезать. Я бы оставил этот долгий разговор на будущее, но, может быть, коротко вы что-то сейчас обозначите на эту тему. Ну, например, вы уверены, что в Украине все будет хорошо, потому что, не знаю, придут к власти залужный и сырский. Или же вот что? В Украине все будет очень хорошо, потому что она очень стремится вступить в Европейский Союз. А Европейский Союз – это изменение сотен законодательных актов, которые даже сейчас еще во время этой войны проходят. И вот внешне вот это желание стать частью Европы, подчинение европейскому законодательству – это самый большой стимул для проведения экономических реформ, которые преодолевают вот эту внутреннюю природу тех же украинских олигархов, ну, которые такие же, вообще говоря, по сути своей бандиты, как и российские олигархи. Спасибо, Андрей Андреевич, на этой позитивной ноте про бандитских олигархов. Давайте сегодняшнее наше общение, так сказать, закончим, потому что после нас Матвей Иганопольский уже вступает в свои права. Огромное вам спасибо, я очень рад познакомиться. Я практически несколько раз в неделю слушаю ваше интервью всем разным каналам, и, так сказать, как говорится, не подавал вида во время нашего интервью, но очень многое из того, что вы говорили, я, конечно, слышал, но для массового зрителя надо-надо повторять, потому что... Ну вот меня все время упрекает, Гэтс, часто повторяешь одно и то же. Ну что, есть вещи, которые надо повторять очень часто. Да-да, абсолютно. Например, про китайскую карту – это шикарная вещь, вот я про нее забыл, а это очень яркая штука, надо бы ее еще найти. Может быть, если вы знаете, где искать, и мы ее к следующему эфирчику так покажем русскому народу, потому что русский народ нас тоже смотрит, надо с русским народом тоже работать. Вы спросите у коллег по утро февраля, они, по-моему, тоже уже показывали где-то эту карту. Договорились. Спасибо, Андрей Андреевич, ждем победы Украины. До следующей встречи, до следующей встречи, Глеб, до свидания. До свидания.